отлично а видно ли меня этот кепочки так видно видно друзья на что я начал я в мексике нахожусь скажу вам сразу вы выбраться было непросто попробуем чуть чуть уйдем прилетел я в америку в америку не пустили пришлось лететь дальше в мексико сити команда съемочная до сих пор еще до сих пор еще пытается вылететь а вот я уже повезло немножко пару дней и у меня уже первые встречи с лидерами так что потихоньку начинаем мексику опять опять поднимать сейчас начнем с испаноязычных стран и потом двинемся опять как только откроют не сидится мне на месте я двигаюсь вперед так единственно что я в научниках и я не совсем понимаю насколько меня видно слышно сколько связь прыгает не прыгает дайте коротко короткую связь и мы начнем вот все что я говорил все отлично слышно все прекрасно да круто да ну вот как только запустят я пока первый день сегодня все-таки чуть-чуть ближе к воде чтобы и картинку вам показать хорошую но и немножко зарядиться солнцем потому что отсидел восемь недель карантине сначала в москве потом практически два стола на месяц хорошая новость и сегодня в том что у нас с вами так ладно давайте мы поставим на запись потому что угодно поставил всем привет на запись мы поставили привет из турции привет из я даже не знаю где этому тулу где-то где-то ближе в этом направлении и так сегодня у нас хорошая хорошая новость заключается в том что что мы начислили где они игорь выведи пожалуйста на экран что мы сейчас уже провели первую волну всем кто получил места на самом деле я в шоке я в шоке я даже не подозревал что у некоторых партнеров по 384 место на 380 370 320 200 200 200 в чатах но это сейчас спонтанно игорь выбрал несколько 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 таких скринов я видел в чатах и по 70 и по 50 я видел антонину 83 место я видел в немецком чате около 120 мест но вот смотрите друзья мы вот смотрим я просто говорю о том что вот мы сейчас готовимся 87 дантонин 87 это отлично самом деле и одно место это очень круто но если у людей по 10 по 20 по 50 по 70 а это же не то что они взяли из кармана взяли денежку потратили это именно их работой акциями и возможностями вот просто действительно правильное время принято и правильное решение а она сейчас закрутится все что мы сейчас готовим это просто подготовка 370 пусть даже 100 мест 50 мест в блокчейне теперь просто возьмите и умножьте эту цифру на 25 давайте просто ради ради прикола посчитаем я тоже возьму интересно мы считаем что при стаду 100 миллионов 300 миллионов оборота монет в месяц это это у нас 25 монет мы уже посчитали плюс-минус за место умножить на возьмем на 200 ну ладно хотя бы ну давайте мы будем давайте можно 50 это 1250 мест на 50 если если мы умножаем нам так что-то 175 до 2175 куда вот он по ним считает давайте я смешно посчитаем 87 умножить на 25 это 2175 монет даже по курсу 5 это десять тысяч восемьсот восемьсот пять евро но а если а если это именно идет от того да там запросы это говорит о том что места которые которые получаете они будут это не дни месяц не два не пять не десять не год не 10 лет это это навсегда и самое главное самое главное что пока люди одни говорят но я не знаю надо посмотреть надо подумать да посмотрим как получится да и мы ни во что не верим другие очень активно очень упорно нарабатывают себе эти числа пользуясь случаем пользуясь шансом двигаясь вперед и вперед на самом деле я восхищаюсь такими людьми которые не дают себе ничего говорить не поддаются никакой критики никаким знаете не только что они даже не прислушиваются критичным мнением и самое главное не хотят никому ничего доказать они просто делают свою работу мы тоже просто делаем нашу работу вот я в частности байли сколько информации меня со всех сторон плохой очень плохой очень хорошая всяк люди очень часто многим не довольны очень очень это граница где человек у него или феерия или он падает в негатив она настолько как вы говорите от любви до ненависти один шаг вот примерно все точно так же и строится сегодня абсолютная феерия завтра абсолютная паника пока пока завтра опять феерия и и опять потом паника и она будет бесконечный круговорот а моя задача не доказывать никому то что то просто делать свою работу у меня была идея я посмотрел на нее ну скажем так под всеми углами и задал себе один вопрос на самом деле я задал себе три вопроса но один вопрос был у меня достаточно такой кардинальный алексей ты хочешь добиться в жизни у тебя себя спрашивал кем ты хочешь стать потому что я помню себя как нибудь вам пришли фотографии как я сижу и бью и и и и как говорится своим жаргоном мочил орков в пещерах по 8 по 10-12 часов зарабатывал свою супер оружие мячи и летающие турбины чтобы быть первым и лучшим в игре а потом пришла какая-то причем пришла взрослась потом пришли дети пришла семья и пришла ответственность я задал себе вопрос о том действительно была ситуация когда мы просто не за что я рассказывал в праге что со мной произошло опять же такое случается и думаю что у вас у каждого есть твоя история вы все прошли через нечто похожее ну даже хуже может быть по-другому и когда ты стоишь и смотришь на себя в зеркало то в принципе тебя никто не видит тебя никто не слышит тебе не нужно никому ничего доказывать единственный кто смотрит тебе ответа ты сам и самое главное правило в жизни не брать самому себе если хочешь добиваться успеха и должен быть абсолютно честен самим собой и задать себе вопрос кем ты хочешь стать на первое первое я знал себе вопрос просто куда сам сам собой попробуйте это работает сто процентов я задался вопрос моя история которая со мной произошла в жизни она достойна чтобы чтобы они услышали люди чтобы сделать меня сильнее чтобы она действительно стал вот это вот злость это болью вот это то что произошло когда когда ты падаешь настолько 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 падает даже в принципе уже перестаешь понимаешь что ты падаешь там остается ничего и когда есть два варианта остаться лежать или подниматься и когда лежишь в принципе в голове несколько голосов всегда говорят ну что ну вот так вот такая жизнь ну ты попробовал ну ты попробовал ты ничего не получилось принципе все придумано в жизни ну кто ты вообще такой почему ты о себе возомнил и что ты что-то можешь создать такое что удивительный мир сидишь и говоришь себе это в голове а потом есть еще один голос такой в голове который говорит че ты всех слушаешь зачем это тебе нужно вот эти все голоса кто эти вообще люди кто эти вообще голоса которые с тобой в голове разговаривают кто эти голоса которые говорят что ты не можешь чего-то достичь кто эти голоса которые говорят лежи спокойно не дергайся просто лежи зачем это тебе нужно все же придумали для тебя и ты начинаешь ловиться на голове что это не я себе говорю это кто-то в голове живет вместе с тобой я думаю что вы тоже ловили себя на этих мыслях которые постоянно что-то говорят а потом я начал задавать вопрос вообще а это мужской голос или женский я слышу что там есть мужские голоса есть женские голоса есть какие-то знакомые есть незнакомые голоса ну я думаю это не знак того что меня нужно увозить да просто мне кажется это у нас у нас много голосов потому что кто-то говорит с тобой на ты кто-то говорит на 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 вы кто-то говорит о тебе в третьем лице эти все голоса присутствуют и я помню как я вычленял этот голос который тебе говорит отбрось со стороны забудь все эти мысли забудь все эти ты машина поднимайся и иди вот этот тонкий еле слышный голос его нужно просто найти себе я не хочу вам сейчас читать там какую-то мотивационный вебинар на самом деле этот голос заставил меня подняться и начну понимаете все люди одинаковые вот вы и я мы же мы же абсолютно одинаковые у нас у нас абсолютно ну как одинаковое тело у нас есть руки ноги голова что мы можем вот этим что мы можем все мы можем говорить и можем можем в большинстве можем смотреть можем можем ходить можем там что-то двигать руками да вот чисто физическое можем думать можем только придумать рисовать конце концов или еще что и теперь самое главное что наш самый главный ресурс это наше тело вот оно наше тело и и мы просто в чем различается моё действие и ваше или еще чьё то просто мы берем и по-разному комбинируем наши с вами возможности да мы все умеем говорить но вопрос что мы говорим кому мы говорим когда мы говорим как мы говорим вот эти вот все вещи они начинают делать вот разницу потом мы все можем думать потом разница о чем мы думаем да кто в наших мыслях происходит что за люди вокруг нас это мысли хорошие плохие они они несут пользу другим людям или себе или вообще никакой пользы не несут вот это вот все это есть та разница на которую которую нужно осмыслить один раз в себе это ты поймешь что в принципе все все возможно и но учены человеку нужны нужны инструменты в помощь такие как лопата лопата чтобы землю копать или не знаю электричество или компьютер или еще что то и вопросом возьмем даже самый простой у кого-то из лопата у кого-то из экскаватор у кого-то есть десять тысяч экскаватор это всего лишь человек один способность 1 а инструменты другие технология другая вот почему я делаю уставку на технологию мы все с вами одинаковы но если мы дадим вам технологию станете другими вы станете особенными вы ставите теми кто до вас не дотянуться уже потому что технология делает эту разницу и опять же но тут в технологии одно недостаточно нужно мышление еще развивать понимаете просто копаешь яму для чего ты копаешь есть у вас экскаватор выкопаете это я вопрос для чего вы копаете эту яму чтобы выкопать колодец да опа сразу другая другая сущность чтобы вы знаете другая цель и и влияем как и действие вообще другое что что это может за собой можете всю деревню напоить а вы можете можете открыть вы копаете яму нашли месторождение нефти все же поменялось а просто копаете яму когда этого копали и копали вздулся очень так скала про вы на этом месте просто копали вопрос важно где копать а зачастую в человеке копать или не копать вот я говорю копать в любом случае копать все равно что-нибудь все что-нибудь найдем дальше представьте вы просто копаете даже я а если котлован для для высотного здания для бизнес-центра это же для человека который копает яму это в принципе та же яма тоже в кого-то но сущность меняется а это всего лишь просто человек подумал зачем ему это я почему сейчас немножко отошел от этого я просто хочу сказать что да мы копаем нашу яму и мы все одинаковые у нас много множество конкурентов на рынке да вся криптовалюта в принципе все эти компании сейчас все стартапы с нами сейчас да ну опять же конкурентов немерено вопрос как сделать так чтобы чтобы у нас одних был такой мега экскаватор чтобы мы копали не просто я машу из нее пошла нет и чтобы мы принесли максимальную пользу потому что как только мы начнем приносить пользу нам пойдут люди почему 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 самые такие известные профессии врачи они несут пользу человек им автоматически идет доверие опять же это я я уверен абсолютно что мы открываем себя проявляем себя только тогда когда то что мы создаем начинает нести пользу людям я уверен что эти места которые сейчас есть у людей они принесут им неимоверную пользу которую никто никогда не мог им дать я уверен что наша монета принесет абсолютно уникальную пользу всем кто с ней будет заниматься понятно что мы не можем всех сделать богатыми счастливыми но те кто с нами мы за всех сил будем будем к этому идти этому стараться у нас есть у нас есть технология которой нет ни у кого да у нас так а где тут моя так а где здесь мой слайд секундочку у нас есть сейчас технология которой нет ни у кого да не вот конечно добыча есть вот есть не проблема он приносит вам 36 месяцев монеты без каких-то дополнительных усилий просто он добывает добывает ничего не наделать просто взяли он он от его работ он тоже не бесконечно и преимущество вот-вот закончится дальше у нас есть ферма ферма это то что будет приносить вам 10 лет 10 лет будет приносить вам пассивный доход и можно сейчас найти 10 аргументов почему против да или или критические каких-то опять же мы должны понимать кто мы есть и куда мы идем платинкойн который находится сейчас это не тот который будет завтра или через год или через 10 лет и просто судить судить о том что происходит сейчас а что сейчас друзья сейчас если возьмите весь мир сейчас добирался до мексики и раньше я брал билет и приезжал сейчас я вот и у меня летел через сербию я я сел улетел и посмотрите в газетах сербия закрылась у них произошла огромная вспышка они ушли все карантин все билеты отменили и тому подобное так же самое и та же самая ситуация с минском следующие волны пошли в израиле сейчас дубай собирается снова там это сам это и эта ситуация которая сейчас ну и что теперь нам всем нужно навсегда отказаться от того что будет завтра послезавтра это же не будет вечно даже если будет мы снова к этому приспособимся и точно так же я смотрю на на нашу на нашу с вами монету потому что мы не просто монета мы не просто какая-то криптовалюта валюта мы создаем экономику создаем намного больше и я просто хочу чтобы вы увидели вот то что вот узнают сожалению нет у меня здесь проектора он будет на стену бы вещал мне было намного легче я пытаюсь слайдами совсем выразить вам то что вижу каждую ночь каждый день да вот меня у меня спросили а если бывает бессонница игры нет у меня бывает ночь и когда я просто всю ночь бреду думаю думаю о платформе думаю проекте и в принципе я не спал но я спал но я всю ночь я это ощущаю я просто утром посыпать а если начинаю переписывать все что мне там в полу бреду ночью полусонном состоянии от усталости и стресса и приходит в голову и получаться финальные вещи такие как 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 ферма больше места как наша платформа друзья это мы сделали только в этом году ферма это это декабрь девятнадцатого года но практически в январе двадцатого года мы запустили ее полномасштабно места так это вообще вот ну тоже двадцатый год финансовая платформа тоже двадцатый год двадцатый год это будет один из самых годов в нашей истории и я вас уверяю историю я не только читаю ее пишут пишут ее люди такие как мы с вами которые не боятся мечтать которые не боятся выйти и сказать да мы верим в да это еще еще мы далеко с вами не дошли еще до цели но мы еще и не в самом начале вспомните как мы с вами начинали мы далеко уже не там где были и и на у нас я сейчас нет все таки я погружусь немножко и ощущения которые которые меня тоже наполняют когда мы начинаем с вами что-то делать мы в принципе с вами я уже сказал одинаково и нам нужно просто заставить наш что по делать нужные вещи эту правильную комбинацию наших действий то что мы говорим то что мы думаем то что мы делаем способны что мы реально можем мы можем только то что может наше тело значит выход в чем заставить наше тело нашу голову делать что нужно чтобы добиться определенной цели да ну не знаю надо похудеть на 10 килограмм нужно просто тупо бегать каждое утро поставить себе беговую дорожку просто тупо бегать и это наше ну как это наша дисциплина и здесь здесь я просто хочу сказать что наша задача мы свое дело делаем мы делаем технологию мы разрабатываем мы приносим продукты а человеку который присутствует с нами ему нужно просто мотивация ему нужно просто находиться в высоком состоянии своего тела потому что если у вас будет низко низкое состояние энергии вы не сможете вы не сможете думать у вас у вас начнут посещать сомнения как только у вас начнут посещать сомнения у вас начнут пускаться руки и только начнут пускаться руки вы перестанете видеть цель вы начнете задавать себе вопросы а как а зачем а а действительно ли у нас это все получится блин а может я все-таки и как только вы начнете это себе задавать ваши голоса в голове который только ждут этого вот этот единственный голос который у вас все все дело что у вас этот голос который вас ведет к успеху потому что мы все изменить он один это и есть истинный вы вы и больше голосов этих нет только ваш один голос никто вам не скажет вокруг вас что вот давай этот голос у вас один внутри и вам его нужно просто распознать и потом просто не дать его заглушить это сама самое сильное это когда вы начинаете четко и ясно ясно слышать только этот голос он никогда не обманывает он вас никогда не предаст он всегда заинтересован абсолютно в вашем успехе он не будет юлить или еще что-то он вам говорит конкретно что вставай иди делаем у тебя все получится и остальные голоса говорят слушай ну ты же уже все в принципе ну ты же молодец ну ты уже столько всего достиг ну ляг ты полежи отдохни да зачем тебе это место зачем тебе зачем тебе команду ты ждешь 5 тысяч кому человек в команде зачем тебе строить 10 ну в принципе ты голубой бриллиант ну красный тоже хорошо ну ну понимаете и нужно просто нужно поддерживать себе этот уровень мотивации потому что очень часто говорят но это всего лишь мотивация такая то есть наша самая сильная энергия мотивация если вы не сможете себя смотивировать стать с дивана вас ничего не получится если вы не сможете Of. себя смотивировать придти на мой вебинар, у вас ничего не получится, если вы не сможете смотивировать, вступить в линер-клуб, клуб победителей, что тогда должно получиться. А от чего это зависит только от вашей мотивации? А мотивация – это уровень вашей энергии. Если у вас много энергии, значит, у вас высокая мотивация. Если у вас нет энергии, значит, у вас нет мотивации. А как без энергии можно чего-то добиваться? Ну, можно ждать, пока кто-то что-то за тебя сделает. Но много людей приходило, которые начинают для вас что-то делать. Но у меня нет. Я думаю, что у вас тоже нет. Всего нам придется добиваться самим. И здесь еще такой вопрос у меня поступил. Алекс, а как ты вообще думаешь, вот курс монеты на 10 несколько нул? Это же такая проблема, это же просто, это же кошмар. Это же, ну, как нельзя. А я им объясняю. Друзья, да слава богу, что он несколько нул на 10. Представляете, какой уровень удовольствия и, скажем так, саморасслабление у нас бы начался. У нас бы не было фермы. У нас бы не было места. И, скорее всего, даже финансовую платформу, а если бы не было фермы, до финансовой платформы мы бы, ну, скорее всего, не дожили. А потом бы пришел кризис. Понимаете, у нас сейчас в чем самая сила? Что мы держимся и растем. А когда ты прыгаешь так высоко, можно и упасть. Поэтому я расцениваю все наши проблемы, сложности, как самые большие вызовы. Потому что именно из этих, помните, откуда у нас взялась ферма? Да потому что год нам начал доставать неимоверные проблемы. Монеты приходят на рынок, а уходят меньше. Приходят больше, а уходят меньше. И включилась голова. Так, ну, надо что-то делать. Нужно какой-то продукт, который сам на себя создает спрос. Мы думали, думали, думали. Родилась ферма. Когда родилась ферма, произошла революция, потому что произошли места. Только благодаря тому, что получилась у нас ферма, у нас появились места. Сейчас вы видите владельцев мест, а их очень много. У вас у всех, скорее всего, есть места. Напишите, напишите, у кого есть места. Просто напишите. Плюс-минус спойтем. Опять же, есть места, к которым мы еще не ушли, потому что, к сожалению, никак не проявились у тебя владельцы, например, бокса или еще что-то. Какое бывает, мы всех найдем. Вы напишите в суппорт, мы всех проверим. Сейчас зачислилось только тем, кто действительно четко, кого мы можем четко определить и записать в какую-то из ячеек. Есть у нас несколько мест, которые ему положено, или вообще ничего не положено. Мы пока смотрим чисто автоматическим путем. Так, вот смотрите, сколько у нас есть. Так, смотрим. Так, смотрим. Я вас поздравляю. Отлично. Вот 10. Одно. Одно место – это тоже классно. 13 мест, 12, 22, 7. Так, сколько у нас тут? Ноль. Николай, ноль – это плохо. Ноль – это не тот ответ, который нужно. Ноль – это плохо. Так, дальше. 72 места, 10, 2, 27, 4, одно. Ну, вы видели, что на самом деле у нас еще идет время. У нас есть много времени. И вы знаете, что у нас же сейчас есть клуб победителей. И в клубе победителей появится новое… На самом деле сегодня я хотел вам объявить. Я, наверное, просто дам слайд в чат и просто мы объясним, как это работает. Дело в том, что у нас сейчас те, кто попадают в клуб победителей, у них есть возможность получить 4 места. Да, дополнительных 4 места. Но это будет у нас какого числа? Наверное, с… Надо посмотреть. Я вам точно скажу, как эти условия. Сегодня, к сожалению, за счет перелетов, за счет всего, потому что у меня еще утро, не успел я вам это все так доставить. Практически 3 дня был в дороге. Так, звук, звук, звук. Не знаю, у меня все зелененькое. Все, давайте я уберу видео. Убрать. Так, еще раз, коротко, все сломо, все отлично. Значит, мы идем, значит, места, это именно места в блокчейне, в которых хранятся транзакции со всего оборота нашего платин-коина. Без разницы, в какой точке мира, без разницы, на какой площадке. Это все учитывается, и человек, у которого есть места, получает этот доход. Мы умудрились идентифицировать эти места и персонализировать. Это значит, вот, например, у Антонины есть 87 мест. Ну, это я сейчас возьму, да. Это значит, мы научились определять эти 87 мест и закрепить за Антониной навсегда эти места. Значит, что бы ни произошло, пока живет блокчейн, 87 мест, они принадлежат Антонине. И никто не в силах у нее их забрать. И ни я, ни даже сам блокчейн не может отобрать у нее эти места. Ура, да, да, именно так. Поэтому посмотрите на это еще внимательно. Места – это то, вы просто посмотрите, как отнеслись к этому люди. Как, с какой силой они начали, они кинулись за этими местами. Потому что через несколько месяцев запустится наша платформа. Мы ее активно сейчас готовим. Мы доработали уже практически весь бэкэнд. Нам осталось немножко поработать над фронт-эндом. Увидели, что мы открыли группу с проектами. Туда за два дня зашло более 700 человек. И продолжают заходить. И сейчас мы готовим проекты. У нас будет проект банк. Мы готовим проект, очень крутейший проект. Так, про активные, неактивные, сейчас не беспокойтесь. Я, ну как, на пальцах объяснять вам не буду. Мы подготовим слайды, у вас есть все время, и вы все успеете сделать. Активные места – это просто места, которые представляют собой нор. Ну, я бы там вам потом чуть-чуть позже расскажу. Ну, так вот. Так, о чем я говорил? Сбивно, да. Так, о чем же я говорил? Напомню, какой последний был. Так, 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 так. Сбился. Нужно, а, про банк. Все, 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 выключить надо чат. Итак, у нас, какие у нас будут проекты? Просто, чтобы вы понимали. Банк. Открытие европейского банка. Там, кубка нет, это надо смотреть. Банк. Это проект сразу, где мы, они сейчас рассчитывают, да, где-то до 30 миллионов евро. До 30 миллионов евро. Это 30 миллионов монет. Ну, чтобы вы понимали, и приходят ребята, которые височутся. Ну, это будет, это будет, это фиере. Дальше. У нас приходит проект, у которого 320 тысяч активных, активных пользователей, которые заводят свой проект. Ну, я не буду пока называть. Это, ну, это, 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 это достаточно крутая онлайн-площадка. Следующий проект – сеть фитнес-клубов, которые готовятся с нами начать сотрудничать. 500 фитнес-клубов, да, сеть. 500 в каждом от 2 до 5 тысяч участников. Сейчас заходят сначала с одной площадкой. Дальше. У нас достаточно большое количество проектов с Кикстартера. Тот проект, помните, про коляску проинвалидную. Мы показали уже руководителям паралимпийских сборных в Германии. Они в шоке, говорят, они… Это изменит просто спорт. Не он и спорт, а именно паралимпийцы, когда… Потому что, ну, представьте, баллист. Ему приходится забраться в то же кольцо, в то же кольцо сидя. И, в принципе, он откуда-то кидает вверх. Представьте, какое его чувство, если он может подняться на высоту прыжка, например, Майкла Джордана, и с этой высоты забросить мяч. Да это зрелищность даже другая. Это другая скорость, это другое… Но это все меняет. И неважно, ты волейболист ли ты, или гонболист, или еще кто. Это на самом деле потенциальный рынок 65 миллионов человек. 65 миллионов человек во всем мире сидят в инвалидной клетке. Пожалуйста, верите. Опять же, а как на улице, вот видели, да, безбарьерное пространство? Ладно, в Германии они все уравняли, там действительно можно ездить практически без какого-то барьера. Ну, а в России? Где в России видели, чтобы можно было передвигаться? Да там такие ямы, там двумя ногами ты не перепрыгнешь. А получается, тут еще надо на коляске проехать. Потом, вообще классные, уважаемые дамы, готовьтесь, там будет один проект. Пока только нарабатываются драгоценные камни, уникальная ручная работа. Там, ну, сейчас я смотрю, там такие вот булыжники, вот такие вот булыжники. Я таких камней в жизни не видел, где действительно можно получать драгоценности бесплатно. Потому что, ну, а там вот эти камни, ну, я не знаю, я на самом деле таких, я не сильный спец, но там действительно такая гранка, они так сверкают. На фотографии даже я смотрю в шоке. Поэтому, я думаю, что будет очень интересно, очень классно. Можно будет, мы меняем вообще полностью, мы вообще меняем полностью финансовый мир именно вот этим подходом. И самое главное, что мы можем 30 миллионов, может даже 100 миллионов человек в нашу инфраструктуру принять уже сейчас. Ну, 100 миллионов еще нет, 30, да, до 100 миллионов нам надо еще маленько поработать, но мы это тоже сделаем. Я уверен, как только они распознают, насколько крутая площадка, насколько можно, представьте, просто, просто, вот. Даже, даже к мужчинам, ну, мужчинам, вы хотите подарить женщине кольцо. Женщина хочет кольцо, а сколько кольцо такое стоит, ну, тысяч пять евро, десять. Это же, я же вас понимаю, это же нужно взять и деньги реально за кольцо отдать. Отдать за кольцо, за какое-то непонятное маленькое колечко, пусть там даже такой камень. Ну, что, ну, много камней на улице лежит, ну, это же надо отдать реально десятку, а то и пятнашку. Хорошо, ну, ладно, пусть даже тысяча, но это же просто кольцо кажется. А теперь представьте такую ситуацию, что нам не нужно отдавать за кольцо, вот оно стоит там, сколько оно стоит там, там, три тысячи. Мы заморозили там пятнадцать, получили за это десять процентов, это самое, прибыли, да, получили полторы тысячи. Мы заработали на этом и кольцо бесплатно. Ну, это же, это же гениально. Да, а женщины могут целую, целую серию колец, за коробочку такую туда, в каждом проекте участвуют, забираете кольцо. И это только кольца, также можно применить и на машины, на квартиры, на что хотите. Просто нужно грамотно составить стратегию и ее сделать. Технология у нас есть. У нас есть с вами технология, у нас есть тот экскаватор, который копает быстрее лопаты, который может по-другому работать, который даст нам то преимущество. Ну, а пока мы делаем нашу технологию, у нас работает наша легендарная акция. Да, я вам рассказывал по три вопроса, которые я себе задал. Значит, первый вопрос – это достаточно ли, чтобы твоя история была достойна, чтобы рассказать ее миру. Я считаю, что то, через что прошел я, то, с чем я столкнулся, все же продукты, которые вы сейчас видите, это то, что у меня не получилось, что мне разрешили, запретили, сказали нет, ты недостаточно корот, у тебя недостаточно много денег, у тебя нет лицензий, ты вообще в мире никто, иди и не присылай к нам. Вот это дословно. И все, что мы создали, это мы создали вопреки. Мы говорим, нет, так не пойдет, нельзя, нету такого слова, значит, мы будем искать возможность. Конечно, в нормальном мире это невозможно, да, там, обойти это все. Но, слава богу, появился голос чейн. Это и есть наше спасение, на котором мы смогли все реализовать. Вопреки. Как бы нам ни запрещали, но нашли способ это сделать. Поэтому мы найдем все способы, чтобы реализовать нашу идею. Конечно, сейчас новички, наверное, пришли в шоке, что мы тут говорим о мотивации, мы говорим о, знаете, мы уже на рынке почти 4 года, мы все доказали, мы прошли через все подводные камни. Нам уже не нужно оправдываться, да, нам, как вам, нам частый вопрос, а где вы зарегистрированы, друзья? Мы зарегистрированы практически, я не знаю, практически по всему миру. У нас больше 25 компаний. У нас уже не просто одна компания, настоящий холдинг. У нас есть компании в Швейцарии, в Дубае, в Гонконге, в России и так далее. Поэтому в Германии, везде мы присутствуем. Поэтому, опять же, мы прошли этот достаточно болезненный опыт, когда делегация из 100 человек приходит в офис. Мы это все прошли, в эти игры больше не играем. Поэтому, если вас интересует, можно ли прийти в офис, ответ нельзя. Потому что нечего вам, извините, там делать. Там сидят сотрудники, которые деньгами работают, которые не привыкли к делегациям. И, конечно, очень часто, особенно в первое время, наши же партнеры любят писать, спрашивать, задавать вопросы, обращаться сразу на самый верх. Ну, а мы потом должны менять офис. Просто люди не привыкли к такому вниманию, особенно владельцы в бизнес-центрах, они этого не приятны. Поэтому, друзья, наберитесь терпения, просто доверяйте тому, что мы уже на рынке почти 4 года. Мы уже всем все доказали, все все уже видели, все лидеры были во всех, самые главные лидеры были во всех офисах. Наснимали уже видео, посмотрите в интернете, фотографии, интервью и тому подобное. Так что я надеюсь, что мы этот вопрос с вами раз и навсегда закрыли. Так, что у нас еще? Давайте посмотрим, сколько у нас времени. Мы сегодня достаточно быстро прошли. Да, и простой пример, который я хотел вам сначала рассказать, но так как мы сегодня показали вам места, которые люди получили. Смотрите, даже одно место. Кто-то написал одно место. Друзья, одно место – это 125 евро в месяц по курсу 5, если одно место приносит 25 монет. Опять же, это сейчас расчет, исходя из того, что у нас 100 миллионов оборот, что у нас 20 тысяч активных мест и тому подобное. Дальше. Если у вас, если у вас, там, сколько? 12 мест – это уже совсем другой доход. Ну, а если у вас, как у Антонины, там, 87 или у других там 100, или еще что-то, ваше личное дело, сколько мест вы умудритесь насобирать. Опять же, шанс к этому есть только один раз. Сейчас запустится платформа, и мы, ну, опять же, места уже, они же ограничены, их осталось там пару тысяч всего. Поэтому забирайте и наслаждайтесь. Они будут работать навсегда. Вот если мы даже сейчас посмотрим, что это у нас тут. 12 мест при 700 миллионов оборотов. Давайте, это мы сейчас не будем. Давайте посмотрим, у нас есть. Игорь, а ты сделал мне новые какие-нибудь? Да, вот у нас есть, например, места. Ну, это, конечно, вообще какая-то фантастика. 380 мест, это там. Я вам предполагаю, что ты покупал себе мест, конечно, красавца. Вот так, дальше. Сколько у нас? 12 мест, ну, а ты уже все показал. Хорошо. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, коротко, какие у нас есть вопросы. Когда будут добавляться дебетовые карты, друзья? Ну, сейчас немножко разберемся с нашим, с нашим коронавирусом, потому что все, все провайдеры карт пока замерзшие. Никто не работает. Офисы пустые, толком нам никаких сроков не дают. Все зависит от того, как сейчас будет пустить себя ситуация в мире. Мы все проплатили, все заказали. Карты напечатаны. Мы действительно ждем просто последние сигналы. Опять же, по нашей акции вам дается карта бесплатная. Пользуйтесь. Как только она будет доступна, мы сразу начнем отправку. Вот здесь вот, если слишком много мест, доход будет небольшой. Смотрите, друзья, вы делаете здесь немножко ошибку. Вы исходите всегда из того, что когда кто-то получает место, то пирога становится меньше. И поэтому дольки становятся... Нет, не так. Что пирог всегда одинаковый, и поэтому дольки становятся меньше. На самом деле, каждый человек, кто приходит к нам с местами, значит, у него... Что такое много мест? Много мест – это место в ферме. Раз. Это большое количество монет. Два. Это участник, который делает много митинговых операций. Три. Тот, который в нашей инфраструктуре с деньгами – это богатый человек. Это человек, который не просто там на 5, на 10 евро что-то купил, там 2, 3, 5 поинов, а он действительно, у него сотни тысяч, может быть, даже десятки тысяч монет. И все это приносит в общий пирог, да, делает пирог больше. И с учетом того, что пирог-то постоянно растет, и он становится все больше, 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 то плюс-минус дольки, они всегда одинаковые. Плюс у нас есть такое показание, как активное, такое понятие, как активное место, и неактивное. У вас может быть 100 мест, но активность всего 2. Значит, в раздаче участвует всего 2 места, а не 100. Поэтому, и опять же, мы посмотрели по статистике, вот у нас сейчас, скажем так, более 350 ферм, 350 тысяч ферм, которые потенциально могут быть активными. Активные всего 60 тысяч. Всегда это какая-то квота, нету никаких 100%. Понимаете? Поэтому и кто-то не заплатит за сервер, кто-то скажет, да ладно, через год никуда я не убегу, или через полгода. Кто-то вообще начнет этим заниматься темой через полгода. Это же всегда, у нас же очень большая комьюнити. Кто-то быстро реагирует, кто-то медленный. Поэтому здесь нельзя так говорить, что если будет больше мест, то будет меньше заработок. Нет, потому что всегда нужно понимать, что пирог растет с каждым новым человеком, который как бы входит в эту тусовку, пирог все растет, 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 растет. Вы, когда у вас будут места, когда вы знаете, что у вас бесконечный доход, вы сами будете думать по-другому, вы будете, вы вырастите, у вас мышление изменится. Потому что, в принципе, все вот отсюда идет. И вы говорите, мне это невозможно, или покамить это невозможно. Понимаете, разница всего одно слово, а результат на вашу жизнь может быть абсолютно максимальным. Поэтому мы то, что мы думаем, мы являемся теми, какую историю мы себе рассказываем. Вот еще очень классная вещь, когда человек говорит, да, все это ерунда, да это ничего не получится, да это я заранее знаю уже это все. Это та история, которую человек себе транслирует, транслирует. И его внешний мир, его внутренний мир начинает адаптироваться под то, что он говорит. Зачем мне заниматься спортом, я и так самый сильный и красивый. Зачем мне следить за собой, если я, в принципе, да все понятно, мне там уже 45, теперь ты мне хорошо выглядишь. Это та история, которая вы себе рассказываете. Ну, всех денег не заработаешь в мире. Ну, сколько денег мне нужно, чтобы жить? Да мне ничего не надо. Глава, чтобы у других ничего не было. Это тоже история, которую вы рассказываете себе. А если вы выберете себе историю, если у вас, возьмите ту историю, которая вас больше всего мотивирует в вашей жизни. Но у вас же были эти истории, у вас они есть. Возьмите ее и пусть она наполняет вас энергией. Вы знаете, это просто атомная бомба, которая энергия бесконечна. Рассказывайте себе эту историю, как вы побороли все невзгоды, когда вы знали один, все вам говорили, что не получится, а получилось, как вы сказали. И все сказали, да, ты молодец. Рассказывайте себе эту историю. Она ничего не изменится в вашей жизни, если вы будете рассказывать себе непонятные, левые, негативные, грустные, где вы себя жалеете, истории, и ничего не получается, где все плохо. Давайте рассказывать историю о победе. И вместе к ней идти. И я уверен, что она такая и будет. Мы всего этого добиваемся не потому, что нам кто-то что-то дает, потому что мы рассказываем историю, что мы будем номер один. Мы будем номер один, это наш шанс. Мы создадим самую крутую технологию в мире. И мы ее создаем. Да, мы все равно взяли блокчейн, не мы его придумали. Но нашлись у него люди, они тоже себе рассказывали историю. Их тоже все, они тоже устали от самоуправства банков, от этого контроля сумасшедшего. Кто-то тоже сказал, да хватит, ну сколько можно. Вот и мы говорим, ну а почему? Почему нет? Почему нет? Я считаю, что наша идея, наша мечта достойна, чтобы принести пользу людям, чтобы быть и иметь место под солнцем. Кто говорит, что нет? Я считаю, что да. И я уверен, что тысячи, сотни тысяч людей тоже считают, что да. Сейчас заработают места, да у вас глаза повыпадывают. Сколько, сколько, что это такое? И будут говорить, ну что? Я просидел на Невайр ровно. Ну выложишь. Он еще на сих пор есть. Еще пару месяцев у вас есть. Вперед. Когда, если не сейчас? Конечно ограничено. Конечно. Да, боксы в Фраге надо смотреть, потому что немножко стихийно вы получили их. Это достаточно была такая стихийная акция для меня, что я вас видел, вы были все красивые, красивые, нарядные. У нас было много боксов, я решил вам их всех подарить. Мои техники очень сильно обладывались, но ничего не понятно. Да, я знаю, немножко непонятно, вам нужно просмотреть сейчас вступительные видеоролики и потом посмотреть еще пару моих вебинаров и этим закончить. И я думаю, что вам сразу все станет понятно. С этой темой нужно разбираться. И речь идет о больших деньгах, речь идет о изменении вашей всей жизни. Вы можете абсолютно… сегодня вы попали ко мне в вебинар, он может полностью изменить вашу жизнь, а может вообще ничего не поменять. Все зависит от того, какое решение вы примете. Вы можете сказать, да, Алекс, чудак, какой-то, рассказывает нам какую-то байку, это один исход, который поведет вас в одну сторону. Или вы можете сказать, что ничего не понял, но интересно, надо разобраться. И разбирайтесь. Потом вы встретитесь с следующим, кто там что там говорит, мегаэксперты, которые вам будут что-то говорить. Вы были у меня на вебинаре, вы меня слушали. Человека, который это все придумал, который день и ночь для этого работает, и теперь будет следующий вызов. Кого слушать? Того, кто это делает или тот, кто что-то там на диване у себя думает и говорит еще полон своих собственных амбиций и просто потому, что он сам никогда этого не видел. И есть еще очень… Почему? Вы никогда не задумывались, почему в интернете столько не видел? Я вам объясню. Во-первых, негативный трафик это большие деньги. Люди, подвержены информационному выжить телевизор, наверное, сами уже давно не включаете. Почему? Что там? Нет ничего интересного? Много интересного, только оно все давит, давит на психику бесконечно. Невозможно жить, потому что все же плохо в мире. Ёлка, как жить? А здесь, когда человек начинает о чем-то говорить, включается очень такая… Я думаю, вы меня сразу поймете. Мне как бы ничего не надо, лишь бы у других ничего не было. И для этого я даже готов что-то сделать. Не для того, чтобы я готов сделать для себя, а чтобы, понимаете, у других ничего не было. И это очень сильно развитая вещь, поэтому вот такой беспорядок интернете творится. опять же, вы сейчас здесь не просто так. Что-то вас сюда привело. Так же, как тысячи и тысячи людей, которые тоже ко мне когда-то кто-то привел информацию или еще что-то. Я думаю, что вы достаточно взрослый, достаточно образованный, умный, самодостаточный человек, чтобы самостоятельно принять свое решение и презво все оценить. Ну, а если нет, если Алекс для вас чудак, значит, мы посмотрели этот вебинар и встретимся через год и посмотрим, что этот чудак еще придумает и куда это все нас приведет. Так. Карты будут именные. Смотрите, я сейчас не могу вам сказать. Не могу вам все сказать. С этой планеты. Просто я однажды понял то, что я вам говорю. Я однажды почувствовал в себе, что мы все одинаковые. Просто нужно то, что мы делаем, думая, сделать правильно. Понимаете, как в книгах. Вот возьмем на примере книгу. Все слова знакомы в книге. Одни те же буквы, одни те же слова. Но вот как вот они их меняют, получается же совершенно другая история книга. Одни те же слова, одни те же набор правил грамматики или еще что-то. Абсолютно по-другому. Вот так и вы. Мы просто пишем с вами свою книгу. И все. А я, знаете, в начале мне тоже было, почему я вот прохожу все эти вещи, самая сильная энергия, мотивация, друзья. Никого не слушайте, кто говорит, что мотивация, это не должна быть. Мотивация, это самая сильная энергия. Я встаю с утра, я завариваю себе кофе, я задаю в YouTube, мотивация, так это я задаю. И каждое утро, полчаса, час, я слушаю всевозможных. Уилл Смиса, я слушаю Кардона, я слушаю, знаете, вот все, Бодда Шефера и тому подобное. Потому что это то, что заставляет наше тело делать. А это то, что мы хотим. Мы должны заставить наше тело и мысли двигаться в том направлении, в котором нам нужно, чтобы достичь этого результата. И все. Поэтому, а когда вы мотивированы, вы просто, вот я вот сейчас вас отмотивирую, вы соскочите из компьютера, пойдете добиваться ваших целей. А я же вам ничего толком не сказал. Я вам просто рассказывал о своем, о своей жизни, о своих идеях, поделился с вами своей энергией. А технику, технику мы сделаем. Экскаватор, он будет копать, и ямы будут ровные, красивые, хорошие. И это будет фундамент. И на нем будут построены шикарные, многоэтажные, комфортные дома. Знаете, мы это делаем. Просто дайте чуть-чуть время, чтобы реализовать все. Очень, очень, очень большие, конечно, планы, но у нас все для этого есть. Абсолютно все для этого есть. Может проводить вебинары, чтобы было все понятно, даже ребенку. Друзья, это сейчас такая вещь. Ребенку, он тоже в нем не разберется. Но ему нужно показать, он должен в нем разобраться сам, проявить интерес. И через месяц вы удивитесь, как он с ним ловко обращается. Не ленитесь. Просто возьмите информацию и потратьте время. Вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась. Вы хотите, чтобы вам сколько сейчас лет? Возьмите последних 10 лет. Сколько всего вы сделали, сколько времени вы инвестировали? Что это вам дало? И определенно что-то дало. Но опять же, сколько времени дало то, сколько времени вы инвестировали? Потратьте время. Посмотрите информацию, разберитесь, вникните. Если вы просто посмотрели и пошли мимо, ну да, так тоже значит, что это нормально. Мы не можем все сделать счастливыми и богатыми. Так. Да, вот классно. Мне, конечно, всегда вещи, которые говорят в Одессе, очень нравятся. Слышать и слушать, что это значит? Слышать и слушать, смотрите, видеть, как говорят в Одессе, две большие разницы. Абсолютно. Мне надо на самом деле, что я слушаю всех этих мотиваторов? Надо просто из-за детства все эти самые выписать. Там уже, в принципе, все. Да, друзья, команда из Азербайджана от Николая. Большой-большой вам привет. Вы делаете все правильно. Вы увидите, что через полгода, год вы, опять же, у нас многие партнеры, которые по три года с нами, только сейчас у них начинается открываться новая чакра, где они начинают понимать, что же мы такое делаем. Это такая технология. Она достаточно сложная, она достаточно такая, но она очень перспективна. Она открывает горизонты, но это как айфон. Вы же не понимаете, как работает внутри процессор, карта памяти, насколько айфон мощнее наших станциональных компьютеров в разы уже. Но мы же об этом не задумываемся и не разбираемся в этом. Просто кнопочка одна хорошо работает. Можно звонить, можно это. Точно так же и с нами. Сейчас вам почему сложно? Потому что вы в разработку окунулись. Вы видите, как создается продукт. Если бы вы видели, как создавался айфон, вы бы никогда, наверное, не пользуясь айфоном. Вы бы просто до этого дня не дошли. Это просто электроника. Попробуйте разобраться в этом. И вам нужно это все понять. А потом, почему вам сложно? Потому что вам нужно рассказать еще людям, которые еще тысячи вопросов. Нет. Придут миллионы людей, и они будут простыми пользователями. Просто будут нажимать на кнопку, получать результат, и будет у них все хорошо. мы дойдем до того времени, где мы капот нашей машины закроем, и туда уже никто смотреть не будет. Вы сейчас, вам немножко сложно, потому что вы смотрите под капот, вы смотрите в мотор, мы с вами сейчас производим операцию на открытом сердце. Вы не хотите видеть процесс операции, как там все перерезают, зашивают, снова это. Вам просто нужно, чтобы было хорошее здоровье, чтобы сердце стучало, и все было нормально. Вам эти тонкости не нужны. А сейчас просто, почему вас немножко все пугает, и почему вам кажется сложно, потому что вы видите суть. Но потом, когда капот закроется, когда наша машина уже не будет нуждаться в том, что вам нужно на нее смотреть и кому-то что-то объяснять, то вы будете гордиться тем, что вы понимаете суть, что вы видели, как это все создавалось. В этом тоже есть свои прелести. Уважаемые друзья, большое вам спасибо за сегодняшний вебинар. Я надеюсь, что на пару вопросов вам ответил. Я обязательно хотел сегодня выйти с вами на связь, пообщаться с вами, потому что то, что мы делаем, не делает в мире никто. И то, что наша технология может вам дать, скорее всего, никто не может вам предложить подобного. Ну, или очень долгое время не сможет этого сделать. Я предлагаю вам просто внимательно посмотреть на нашу технологию, внимательно изучить то, что делают наши партнеры, посмотреть на их результаты, потому что это же простые люди, которые точно так же в начале пути сомневались, узнали, которые искали тысячу возможностей, которым приходило тысячу предложений. И в результате все эти тысячи предложений их нет. Эти все ребята, которые приходили с этими предложениями, спросите ваших партнеров, давайте ваших друзей, которые долго с нами. Их никого нет на рынке, они все ушли. А мы растем, развиваемся, становимся, становимся все больше и больше. И как раз меняем мир. Поэтому приглашаю вас в нашу дружную команду менять мир. я на полном серьезе. Через год, через два, ну, я думаю, что таких, как мы, вообще не будем в мире. Просто скажите, что мы сможем финансировать все. Больницы, школы, бизнес-концепты, пароходы, дирижабли, операции детей и взрослых, подарки на свадьбу. Да что хотите. кольца женам, ну, или не женам, неважно. Самое главное, что все возможно. Мы создаем инструмент, с которым возможно все. И это не бывает так легко. Вот раз, так щелкнул и все произошло. Ну, я же не Аладдин и не Джин. Здесь нет магии. Здесь просто работа. Технология и работа. которые приносят пользу людям. И как только, понимаете, вот я сейчас, я сейчас двигаюсь по миру снова, я понимаю, что если бы люди знали нашу площадку, они бы, так сказать, шли с ума, они бы все туда побежали. Потому что то, что мы можем дать, не может дать никто этого, это сделать невозможно. Понимаете, у нас абсолютный, абсолютная монополия. Нам просто начать нужно рассказывать это людям. Бизнес, у которого крышу будет срывать от того, что это возможно. Инвесторы, которые будут понимать, что здесь проект, он идет шесть месяцев. За первую неделю он получил, получил, как он отфинансирован. Значит, у него еще шесть месяцев почти. И каждый, кто туда зайдет, получает гарантированно 10% прибыли. Никакого риска больше нет. И таких возможностей будет много. И все это благодаря нашей с вами технологии. И повторить нас невозможно. В этом самая, самая, самая суть. Но остальное дело за вами. И за мной, конечно. Спасибо большое. Да, и однозначно. Однозначно. Я вам хочу сказать, кто бы вы ни был инвестор, сетевой лидер в другой компании или еще где-то, наша задача не всеми силами вас куда-то затащить, перетащить или еще что-то. Мы даем вам инструмент. А вы можете им пользоваться, можете не пользоваться. Всегда нужно, всегда нужно выстраивать для себя портфель из возможностей, потому что вы знаете, как в этом мире происходит. Ну, а таких, как мы, надо поискать. Такую компанию, такой продукт рождается раз в 20 лет. Вы это поймете уже буквально скоро. И ваше сейчас преимущество в том, что вы перед, даже перед при лаунчем. Но такую возможность получить действительно информацию в самом начале огромного взрыва получают единицы. И вам посчастливилось, что ваш друг, ваш партнер вас сегодня пригласил, потому что его задача вам просто дать эту возможность, а вы сами решите. Да или да, но попозже. Все, друзья, большое вам спасибо. До следующего вебинара. Я буду сейчас вебинары вести только по понедельникам. Поэтому до следующего понедельника. Всем пока. Латинка. The time is now.